Наталья Соловьева проработала в профтехобразовании 23 года. За это время ее студенты добились больших успехов не только в улусных конкурсах, но и стали чемпионами республиканских соревнований. И сегодня она получила заслуженную награду – знак почетного работника в сфере образования Российской Федерации. С 2003 года работаю руководителем физического воспитания. Я очень рада получить эту высокую награду. Это заслуга не только моя, но и моих студентов, нашего коллектива. Особенным этот праздник стал и для ветеранов системы. В этот день они прошлись по красной дорожке в знак почета к тем, кто взрастил рабочий класс республики. Мы очень обрадовались этим указом нашего президента Путина. И нас это радует, потому что действительно без рабочего класса, без профессионалов, без мастеровых людей наша экономика не будет существовать. Наша страна тем более тоже не будет существовать. Так что это очень радует, что наше правительство обратило внимание на подготовку кадров профессиональных. Нельзя не отметить, что с каждым годом возрастает престиж рабочих профессий и специальностей. Сегодня все больше растет потребность в квалифицированных кадрах в различных сферах – от промышленности до медицины и образования. Выпускники колледжей и техникумов приглашаются на одни из самых высокооплачиваемых вакансий. Вот и в этом году республика подошла к празднику с большими достижениями. Буквально недавно завершился чемпионат высоких технологий, первый такой в стране, в Великом Новгороде. Наш студент Даниил из промышленного техникума ЕПТ стал призером по производству и по изготовлению имплантов. Ну и вот буквально в эти выходные тоже, наверное, все смогли, жители республики, увидеть телеграм-канали тоже нашего главы республики. Диана Сергеевич восхитился тоже нашим коллегой Ренатом Максутовым, который из колледжа культуры и искусств. Он стал победителем чемпионата арт-мастерс. В Якутии сегодня ведут работу 42 учебных заведения среднего профессионального образования, в которых учатся более 24 тысяч студентов. Для подготовки будущих профессионалов внедряются новые технические средства, применяются современные подходы к процессу обучения, трансформируются образовательные программы подготовки кадров. А это значит, перед выпускниками колледжа и техникумов открываются все новые возможности и различные профессии. Мария Кардашевская, Георгий Григорьев, Якутск.